Большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И каковы механизмы их реализации Что-то дополнительно объяснил А это процесс обучения Это не то, что я вам говорю То, что я знаю А я просто хочу инициировать определенную дискуссию Чтобы вы задавали мне вопросы И я надеюсь, что у нас будет достаточно времени Для того, чтобы... Кстати, сколько у нас времени есть? Ага, у нас... Время, чтобы была дискуссия По результатам Итак, давайте приступим Итак, почему очень важно организовывать вот эти вот обзоры И что такое вот этот фоллоуап, который мы называем То, что мы называем в этой системе объемных наций фоллоуап Вот это процесс Процесс последования Последовательный процесс Который следует за выполнением разных рекомендаций Которые исходят из механизма соблюдения прав человека И я вам расскажу об этом Какие механизмы у нас есть для этого Но это в основном... Это процесс, о котором мы говорим И такого рода деятельность И все рекомендации, все решения Которые принимаются по поводу механизма реализации прав человека Они применяются И почему они применяться должны Это не просто сказать Мы довольны, мы рады Все хорошо, все работает Все принципы осуществляются Но идея заключается в том Чтобы улучшить систему защиты Выполнения прав человека для всех То есть все права человека Должны быть реализованы И применены для всех людей по всему миру И те механизмы осуществления прав человека Основная их роль Это улучшить Еще раз, еще раз Улучшить права человека Во всех странах мира Следующее Мы пытаемся понять Почему мы должны делать вот эти процессы Отслеживания Выполнения резолюции Резолюции, которые одобрены механизмом Правом человека и соответствующими рекомендациям Они нацелены на то, чтобы заполнить вот эти вот Какие-то пробелы по защите прав человека И помочь государствам Показать другим государствам И заинтересованным сторонам Каким образом продвигаться по пути Более полного реализации прав человека И трудность заключается в том, что эти рекомендации Они просят государств участников что-то изменить И любое изменение Любое изменение в вашей жизни Это трудности Если вы хотите Изучить язык Если вы хотите стать кем-то Например, переключиться с законотворчеством на медицину Это займет какое-то время Это трудно Потому что рекомендации говорят Вы должны сделать то-то, то-то Или вы должны Стать лучшим человеком А вы, например, не очень хороший человек Вот вам получаете сопротивление Сопротивление со стороны государств По внедрению и применению этих изменений Есть когда у вас рекомендации Которые очень, ну, вы понимаете Хорошие, хорошо проработанные Четко описанные То государство участники Первая реакция их Как, например, наша реакция человека Нет, я хочу быть тем, кто я есть Ничего я не хочу Ни маму не хочу слушать Ни кого там в комнате убираться Мама, я комнату меня устраиваю Там с этим совсем беспорядком Вот это реакция Государств участников, как людей Вот те сложности Которые встречаются При применении этих рекомендаций И, как вы знаете Я надеюсь, вы знаете Или скоро, по крайней мере, узнаете Об этом есть Несколько различных типов Реализации механизмов прав человека В системе ООН И эти механизмы Как некоторые наши эксперты Находятся здесь Они имеют дело с людьми И они, конечно же, производят Генерировать большое количество рекомендаций Потому что, как я вам сказал На предыдущем слайде Они хотят Они нацелены на то, чтобы улучшить жизнь И уважение к правам человека По всему миру И эти люди Которые сидят в комитетах Работают в комитетах Эти специальные докладчики И у нас и члены представителей здесь есть И следующий профессор придет Чуть позже Сегодня В первой половине дня Я могу сказать Они очень много-много работают Они вырабатывают эти рекомендации Они ездят Посещают встречи Проводят И так далее Другие мероприятия Количество рекомендаций Качество рекомендаций Это большой объем работы Давайте перейдем Теперь К Механизмам Которые у нас есть Международные Механизмы По правам человека Имеют два потока Два направления Первый Это Основанные на Харте Правах человека Это Я имею ввиду Харте Организация Объединенных Наций Или Устав Организация Объединенных Наций И второе У нас есть Совет по правам человека У нас есть Специальные процедуры И Специальные Обзоры Регулярно проводимые И Специальные Процедуры И так Еще раз Вот они здесь Перечислены На слайде У нас Они Выпускают Различные рекомендации Различные мнения Высказывают Это Один Из Элементов Механизма Реализации Права человека Другое Направление Другой Поток С правой стороны На слайде Он основан На договорных Основах На договорах И это В основном Как вы знаете Это Международное Законодательство Про правом человека Которое основано На договорах На международных Конвенциях И Конвенантах И некоторые Из этих Конвенций Они Уже Устанавливают Механизм По заполнению Пробелов Законодательства Есть Сношения Комитеты Группы Которые Опять же В свою очередь Рассматривают Конвенции Которые есть Которые являются Законом Потом Они смотрят На конкретное Государство Какой им Образом Эта конвенция Применяется Или не Применяется И соответственно Они начинают Переговоры Вести с государством По внедрению И применению Эти конвенции Понятен Этот механизм Все ясно Или я слишком Быстро говорю Нет Хорошо Итак Что касается Устава Касающихся Прав человека У нас есть Совет по правам Человека Специальные процедуры И Периодические Обзоры Которые проводятся В этой области Для тех Кто Не знает Вопрос Не может быть Переведен Он не слышно Переводчики Извиняйте Нет 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 Давайте еще разок Повторим Что представляет Сейчас Отбором человека Это основная Межправительственная Организация Организация мирных наций Которая отвечает за права человека Она состоит Из 47 государств Участников Которые встречаются Ну по крайней мере На 3 сессии В год В Женеве В Швейцарии И их основная роль Включает в себя Это укрепление, продвижение и защиту прав человека по всему миру, во всех странах и составление рекомендаций, которые бы предотвращали нарушение прав человека, включая грубые и систематические нарушения в нашем офисе, на котором я работаю. Это порядка тысячи человек у нас работают по всему миру. Мы работаем как секретариат для Совета по правам человека. Следующее подразделение, основанное на уставе, это специальная процедура. Специальная процедура – это группа независимых экспертов, мы называем их специальные докладчики, которые назначаются Советом по правам человека, и они не являются сотрудниками Организации Объединенных Наций. То есть основное слово, ключевое слово, потому что я говорю, это независимые. Они не обслуживают интересы государства, они обслуживают интересы никого, включая Организацию Объединенных Наций. Я могу вам сказать, что некоторые из, ну, вам секретик небольшой, расскажу, некоторые из наших специальных докладчиков, они слишком независимые. Они не хотят даже с нами, не говорят. Они говорят, даже мы с вами не будем говорить, куда мы едем, что мы делаем, чем мы занимаемся. И иногда это создает определенные проблемы, но почему? Почему независимость? Почему слово «независимость» так важна для нас? Потому что они должны давать нам очень объективную картину и, соответственно, рекомендации государственным участникам, что происходит в странах по определенным категориям прав. Ну, например, вот Фарида, когда мы тут работали с вами, в 2012 году специальные докладчики по правам, культурных прав человека были здесь, в Казани. И в основном, вот, собственно, как они работают, они приезжают сюда, они встречаются с правительством, с представителем гражданского общества, с специалистами, с представителями научной среды, климических сервей, и они говорят о том, что, послушайте, каким образом вы соблюдаете, что такие-таки права. И, ну, например, вот смотрите здесь на картинке, у нас есть специальные докладчики, специальные специалисты по вопросам водоснабжения и соблюдения санитарных норм. Ну, и, конечно, другие. Их достаточно много, этих специальных процедур. У нас есть 41 тематическая процедура, так называемая, 10 касающихся гражданских и политических прав. Вопросы, занимающиеся расизмом, защитники прав человека, мирные инициативы, свобода комитет по пыткам, там и так далее. И потом, как вы видите, у нас, собственно говоря, то, о чем мы сегодня будем говорить, у нас 13 позиций по экономическим, социальным и культурным правам. Такие вопросы, как снабжение едой, образование, сброс ядовитых отходов, окружающая среда, нищета, зарубежные долги, продвижение демократических и международного порядка, международной солидарности, водоснабжение санитарных условий и культурных прав. А у нас есть также 12 фокусных групп или специфических групп, такие как группы мигранты, люди незаконно перемещенные внутренне, внутри страны, насилие в отношении женщин, детей, меньшинств, коренных народов, рабовладельчество, незаконное пересечение границы и права пожилых людей. И список этот растет. И в этой презентации мы поделимся с вами, вы можете получить эту презентацию, если вы хотите. Они сфокусированы на специфических группах, на их интересах, и этот список растет, потому что по мере того, как расширяется организация, занимаясь парами человек, соответствующая группа, на которой сфокусируется наше внимание, и их количество групп тоже расширяется. Есть 6 рабочих групп. Это не один человек, это группа. Это группа экспертов, которые сфокусированы на специфических вопросах. Например, люди, которые происходят из Африки, дискриминация женщин, транснациональной корпорации. И плюс к этим тематическим специальным процедурам. Совет к правам человека также, вы знаете, в некоторых отдельных вопросах, они делегируют независимых экспертов в определенные территории, определенные страны. Обычно это те страны или территории, у которых есть конфликты или какие-то спорные территории, как вы видите здесь на списке. Это довольно много их. И потом, соответственно, они регулярно отправляют отчеты в Совет права человека по соблюдению права человека в этих странах или на этих территориях. Каким образом работает система специальных процедур? Обычно 2-3 страны посещаются, различных стран, 2-3 визита. И затем они либо принимают какое-то постоянное приглашение, либо просят государство, чтобы оно пригласило их. И есть некоторые проблемы здесь, потому что в некоторых из этих государств, которые, скажем, работают специальные представители, они бы хотели их посещить. В некоторых этих странах они говорят, послушайте, мы не готовы для вашего приезда. И поэтому основной подход – это работать с государственными чайниками по вопросам, как постоянно действующее открытое предложение. То есть страна говорит, мы приглашаем всех, любых специалистов, тематические процедуры специалистов, чтобы вы к нам приехали. Открытое приглашение и никакого предварительного отбора нет. Но это очень немногое количество стран, которые это делают. Большинство стран хочет контролировать процесс того, кто приезжает, кто не приезжает. И выбирать людей. То есть они могут сказать, у нас, например, есть просьба специальных, например, представителей по защите прав человека страны, говорит, нет, 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 в нашей стране все отлично, все хорошо. У нас право человека реализованы все, нам никаких тут наблюдателей не надо. Вот так бывает. И это может быть проблемой для реализации такого механизма. И, ну, например, в 2013 году специальные процедуры, вот эта группа провела 79 визитов в 66 стран. И обычно это не просто один визит, и потом, после которого пишите потом отчеты рекомендации, это обычно так называемые последующие визиты. То есть у вас есть первый визит, например, группа специальных докладчиков в какую-то страну, они делают определенные рекомендации, а потом они приедут, например, через пару лет, ну, зависит, один год, два, четыре года, один год, в ту же самую страну, в то же самое место и говорят. Так, и что же произошло с этими рекомендациями с момента предыдущего визита? Это вот важность вот этого процесса реализации. То есть, если те изменения не происходят, которые мы рекомендовали, не происходят, то мы хотим все равно улучшить ситуацию с правами человека. И каким образом эти специальные процедуры отслеживают эти данные рекомендации? Они распространяют и, соответственно, переводят отчеты по посещению страны по специальным сетям национальным. То есть, что они делают? Они приехали в страну, они перевели отчет и распространили его среди людей, заинтересованных сторон в результатах этой визиты, потом они оценивают статус внедрения и реализации этих рекомендаций. Потом мнение, рекомендации, предложения и отчеты, они делятся этими документами с правительством, парламентом или местными парламентами, региональными правительствами еще раз для того, чтобы помочь правительству улучшить специфические категории прав человека. И в том случае, если страна или партнеры, работающие с группой, хотят, есть специальная процедура, и она работает в области формулирования национального плана реализации прав человека или другими планами. Ну, например, в России нет национального плана по реализации план человека, потому что правительство, ну, как бы вам это сказать, готово не выразать желания и иметь большой план для всей страны. Но, например, в Татарстане правительство Татарстана, как вы, наверное, вчера слышали по инициативе омбудсмена по правам человека, они подготавливают и одобряют национальный план Татарстана, реализация план человека со специфическими вопросами, такими как образование, здравоохранение, водоснабжение, жилье, занятость, защита прав ребенка и другие вопросы. То есть план, как любое, то, что происходит в жизни, либо вы делаете это спонтанно, и мы надеемся, что мы им можем дать. Ну, например, вы хотите, а вы, например, хотите окончить мастерскую программу, с утра встали, решили, ага, все, буду мастерскую степень изучать, пойду в университет и надеюсь, что я эту степень получу. Или вы составляете план, каким образом это сделать, ставите даты, ставите точки отсчета, в этом году сделаю то, в этом году это, английский язык выучу, потом сделаю то, сделаю другое, вы двигается вперед с планом, который существует на правительство, конечно же, легче работать, чем просто… Потому что есть определенная структура действий. Итак, это были специальные процедуры. Есть какие-то вопросы по специальным процедурам? Может быть, что-то объяснить вам нужно в деталях, дать какие-то больше примеры их деятельности, того, что они делают, что они не делают. А может быть, я больше по тематическим вопросам пройдусь. Как сказать, это зависит от тематического мандата. И страны в основном принимают, ну, были такие простые визиты по, например, вопросам культуры, по правам культуры, чем в те страны, где, например, люди исчезают без следа, и вот там уже защитники прав человека, эти страны не приглашают таких специалистов по вот этим вот горящим вопросам. Говоря о странах тематических по специальным мандатам, страны очень часто игнорируют просто совет по правам человека, есть определенный, то есть, предписана определенная специальная процедура для ее реализации на территории данной страны, а таких специалистов просто не допускают в страну, соответственно, отчет приходится готовить из-за предела страны. Почему? Потому что та страна, которая оказала, попала под соответствующий мандат, заявляет то, что им это не нравится, и они не будут сотрудничать в рамках этой специальной процедуры. А теперь позвольте остановиться на других организационных правах человека, основанных на уставных аспектах. Как вы уже помните, их уже три, их три, помните, какие три были на одном из слайдов? В самом начале я их показал, может быть, слайдовернулся? Я вижу, что некоторые даже не помнят, но хорошо. Второе – это всеобъемлющий периодический обзор, Universal Periodic Review. Ну, по большому счету, это механизм, созданный Советом права человека. Периодический обзор проводится для оценки всех стран, членов изобъединенных наций, 193, их они получают, соответственно, они друг друга периодически оценивают цикл 4 года, таким образом, ни одна страна, избежать подобного обзора не может. Сколько у нас здесь в зале, например, человек? Допустим, человек 100. Если взять так каждого из вас, например, и просматривать как государство-члена, тогда каждые 4 года мы будем выбирать какую-то группу из вас, как определенный совет. И вы будете готовить своего рода отчет мнения о самих себе. Например, я по математике, у меня все замечательно, с английским мне плохо, все замечательно, учусь хорошо, а потом вы этот документ публикуете, делитесь этим документом с коллегами, то есть не профессорам, а самим коллегам представляете соответствующий отчет о себе. А потом мы, ну как, скажем, Организация Объединенных Наций или как Студенческий Совет, дальше сами готовим наше мнение о том, а кто вы такой на самом деле, чем занимаетесь. А потом третья организация, которая, можно представить, как друзья другие организации, и потом мы определяем, что в определенный момент у нас будет заседание совета, мы вас пригласим на сцену, и мы выскажем свои замечания о том, что на самом деле хорошо или это английский, вам лучше подчинуть и так далее. Вот таким образом у нас работает всесторонний периодический обзор. Дорогие слова, не только вы оказываетесь на сцене, то есть сегодня вы, завтра ваш коллега, и за период четыре года мы всех, всех государств и членов должны так казаться, должны пройти соответствующий обзор, анализ, оценку со стороны других стран, о том, как у вас ситуация улучшается. Вне зависимости от размера страны, у всех равное право, право голоса и, соответственно, право того, чтобы другие страны оценивали развитие ситуации у вас. Как я уже сказал, я-то, по большому счету, так и объяснил, а теперь как оно реализуется. Основывается на трех документах, это национальный отчет, который готовится страну и которая проходит подобный обзор, по большому счету, министерство указанной страны собирает информацию о всем вопросам, связанным с правами человека, например, права человека в образах образования, ну, какая у нас замечательная система образования, у нас все бесплатно, у нас самый лучший компьютер, бесплатный Wi-Fi. И, по большому счету, великолепная история, да, рассказываем. Далее, права на здравоохранение, опять-таки, мы скажем, у нас или медицина хорошая, врачи доходные, позвоните в скорую, за три минуты приеду, в больницу доставят, если вдруг аварии на дороге, вертолетом вас быстро доставят до хорошей больницы, вот обычно, как это, более-менее так это представлено в государственных отчетах, они пишут, большинство правительств пишут о позитивных вещах в своей стране, потому что, ну, не хочется особенно писать о том, что какие-то процедуры не очень хорошо работают. Далее, организации объединенных наций, скажем так, мы, мы готовим компиляцию информации из разных опубликованных источников о тех и других государствах, право на образование, на здравоохранение и прочие права, собираем это все вместе, и этот документ должен быть не очень объемен, то есть, есть определенный лимит о том, как много информации, вы можете в этот подобный отчет включить информацию, то есть, сохранить быть не может, то есть, должно быть все четко, кратко, конкретно, относительно того, что происходит. Ну, а третий документ – это резюме информации, который предоставляется другим заинтересованными странами, такие, включая, как государственное общество, телевогеорганизации, ассоциации. Например, вы знаете, что сейчас в России проходит процесс всесторонней оценки, то вы, как организация, можете захотеть направить в Женеву, в соответствии, в управлении Верховного комиссара, информацию, которую вы хотели бы предложить для рассмотрения в этом обзоре. Ну, а далее само рассмотрение. Рассмотрение проходит в Женеве, в рамках рабочей сессии собирается рабочая группа. Рабочая группа состоит из представителей 47 государств-членов. Длится эта сессия 3,5 часа, интерактивный диалог между представителем государства, которые проходят всесторонний обзор, и представителем государств-членов, и организаций наблюдателей. И спустя, соответственно, после этого интерактивного диалога, рабочая группа принимает отчет по этой процедуре. Довольно интересно будет понять, как это работает. Это доклад государства, член Польши, о состоянии прав человека в соответствующей стране, после чего другие государства, которые проводят этот обзор, принимают участие в регионе обзора, дают определенные рекомендации. Ну и, как уже упомянув в самом начале, почему мы говорим о всеобъемлющем подходе к последующим действиям. Почему наши рекомендации достаточно много? Приведу пример, что сейчас происходит. Государства очень заинтересованы в том, чтобы инициировать, дать соответствующие рекомендации. Но время, помните, процедура 3,5 часа. Все хотят выступить, и все хотят дать определенные рекомендации. Будь то Россия или Израиль, будь то Соединенным Штатом Америки, поступайте так, отмените смертную казнь, улучшить ситуацию с правами женщин в вашей стране и так далее. Но как это работает? По большому счету, секретариат получает соответствующий сигнал о том, что я хочу выступить за 2 минуты, там 100 человек может дать какие-то рекомендации, как вы делаете очень демократично. Вам дают каждому 30 секунд. Некоторые дипломаты, в самом начале, я не знаю, вы, в принципе, можете и в интернете, в онлайн-процедуру идет, может быть, вам будет интересно посмотреть, можете по ссылке. Некоторые начинают процесс, могут выступать очень дипломатично, как, например, вчера было. Здравствуйте, я хочу поблагодарить вас, господин президент, председатель. Это уже 20 секунд ваша дипломатия. Соответственно, времени на рекомендации уже не осталось. А потом очень быстро говорят, вам следует сделать это, это, это и это. Все, 40 секунд истекло, дальше ваш микрофон выключен. Соответственно, все, что будет сказано позднее, уже не попадает в соответствующий протокол. Соответственно, государству необходимо очень стратегически рассматривать свою стратегию, о том, как делать эти рекомендации другим государствам, подумать о основных рекомендациях, а также взаимодействовать с другими странами, которые разделяют ваше мнение, чтобы не повторяться, например. Например, мы хотим, чтобы вы, вместо того, чтобы 10 раз разные государства говорили, необходимо улучшать ситуацию с правами детей, может быть, иметь смысл разделиться, чтобы один подчеркнул особенно эту сферу, и так далее. Об этом я затронул. После указанного диалога рабочая, интерактивного диалога рабочая группа принимает официальные отчеты, официальные рекомендации. Далее совет по правам человека. После того, как будет принят соответствующий результат стороннего обзора, приняты, это своего рода общая дискуссия, и педагогическое государство также должно предоставлять информацию о том, как развивается этот процесс, например, 4 года назад, добыл соответствующий сторонний обзор. Сейчас новый подходит, и государственные члены задают вопрос, а что вы предприняли по поводу тем рекомендациям, которые мы дали вам 4 года тому назад? И дальше вы можете выслушать ответ соответствующего государства, либо открытое, либо уж какое-то другое, о том, что происходило. Вот, ну, что касается процесса всестороннего обзора. Ну и третье. Просьба выступающим, говорите микрофон, если это важно для перевода. Разобрать можно отдельные слова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Большое спасибо. Вопрос был действительно хороший. Если ответить по-простому, то, правда, вы скажете, не так-то и много. Смотрите, у нас ведь нет полиции, посадить в тюрьму мы не можем вас, но что могу вам сказать? Если вы приходите сюда, выходите перед всей аудиторией, и я скажу вам, ну, господа, очень ленивые, отметки у вас плохие, например, по коммерческому праву. Я так думаю, что вы не хотели бы, чтобы вы это услышали, заслушали, а вас это сказали при всех. Я говорю вам об отдельном лице, а представители государства тоже предпочитают, любые государства предпочитают избегать соответствующего вопроса, в котором можно рассматривать как момент позора. Четыре года назад мы давали вам рекомендации, что вы по этому поводу предприняли, что вы можете сказать? Да, извините, то есть вопрос о давлении, о давлении со стороны государств-членов достаточно, это сильное влияние имеет. Вы же не просто отдельный человек, вы представляете государство, представляете власть, соответственно, пусть медленно, я не говорю, что это быстро, это не быстрый процесс, это в некоторых государствах изменения происходят быстрее, либо легче принимать те или другие рекомендации, это также момент, который забыл упомянуть. Но некоторые из рекомендаций те или другие государства не принимают, то есть да, они там присутствуют, но... Они не принимают эти рекомендации, соответственно, это не абсолютно некие механизмы, это общественное мнение, но если вновь и вновь и вновь оказываетесь под лучом прожектора стороной других государств-членов... Да, это длительный процесс, и вам необходимо его реализовывать... Вот почему мы называем это в процессе конструктивного диалога, потому что только использование механизма палки или механизма влияния момента позора, это конечно же не работает. Мы хотим дать возможность вам сохранить свое лицо, чтобы у вас... Так что можно было сказать, да, определенные вещи еще не усовершенствованы, в каких-то моментах наблюдается прогресс. То есть смотрим это, так иначе государство сохраняет этот момент. Просто в некоторых государствах, скажем, эго менее выражено, они больше готовы прислушиваться, готовы меняться. Другие государства, они имеют более сильно выраженное эго, они говорят, спасибо большое за ваши рекомендации. Ну, как вы знаете, как в политике, если, например, я политик, и вы мне задаете какой-то вопрос, как журналист, и я не хочу ответить на ваш вопрос, знаете, как поступают? Нет, я говорю, что нечто подобное, большое спасибо за ваш вопрос. Ну, и я могу рассказать вам о том, что у нас великолепная программа по развитию прав человека в России, и у нас проводится летняя школа, то есть я не отвечаю на ваши вопросы. Может быть, вы можете это заметить, но в целом публика, то есть вы и так иначе говорите вокруг темы. Да, процесс, по большому счету, он длинный, но в долгосрочной перспективе изменений не наблюдается. Как уже было сказано, после вновь и повтора, вновь-вновь рекомендации от МИИ, после того, как, может быть, некоторые из них понятизованные на это обращают внимание, большинство государства реагирует. Может быть, даже они не соглашаются с чем-то, но реагируют. Да, верно, это то, что мы делаем. И именно этому посвящен этот процесс, всеобъемлющие, отслеживание этих вопросов, сбор рекомендаций со всех сторон. Это наша работа, нам обязательно заработные платы платят. Для того, чтобы возвращаться к этим вопросам, вновь-вновь работать с теми или другими государственными членами. Потому что вы не выполняете всех соответствующих рекомендаций, потому что различные механизмы говорят, вам необходимо улучшать ситуацию в вашей стране. Может быть, вы вот таким образом начнете, а может быть, так будете работать. Опять-таки, это наша работа, это работа Организации Объединенных Наций, персонал Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы напоминать, так, господа, достаточно подошел момент, вам уже, например, вчера надо было соответствующие документы издать, может, вы над этим поработаете. Это определенный интерактивный аспект. В конфронтации выступать нельзя, потому что если конфронтация, тогда это уже политика, это холодная война, противостояние и так далее. Суть не в этом. Суть в том, чтобы заботиться о том, чтобы постепенно, но последовательно ситуация с правами человека в той или другой стране и во всем мире улучшалась. Это абсолютно верно. Не так, это просто. Основные моменты вы уловили. Продолжение следует... Да, верно. А, соответственно, необходимо думать долгосрочными перспективами. Вы, может быть, даже не заметите это изменение, как я уже вам сказал. Мы не как Макдональдс, мы не рестораны быстрого питания, мы рестораны медленного питания. Это как во Франции. Приходите, обед 3 часа, и вино, и десерт, и салат, потом еще чего-то. Необходимо отметить, что да, все еще это механизм достаточно новый. Мы оптимисты, и вам также следует быть оптимистичными. Если в это не веришь, то нужно бросать работу и начать заниматься чем-то другим. Мы же, скажем так, кладем маленькие кирпичи, камни, большой стены, постепенно. И, возможно, к тому моменту, когда вы достигнете моего возраста, какие-то значимые изменения, к этому моменту, возможно, можно будет отметить. Я, возможно, нет. В некоторых странах процесс движется лучше. Могу пример привести в Шри-Ланке. Ужасная война была. Вот в 2009 году. Далее, ну и, как я уже сказал, у армян-замьяных наций нет полиции. Не может просто прийти и остановить ситуацию в стране. Но вся работа систематично велась. Отчеты, комиссии. Сейчас в Шри-Ланке новое правительство. Они определенные вещи приняли. И мы надеемся, что со временем каким-то образом помочь можно будет. Понятно, для тех, кто уже погибли, тут невозможно. Но вот другая страна мы можем привести. Камбоджа. Там 30 лет заняло с момента преступлений Красных Меров до того момента, как все эти преступления начали рассматриваться в суде. Но это произошло. Закон работает медленно, механизм юридической, юриспуденции, правосудия. Но неотвратимо. И, соответственно, я в это верю. То есть, если речь идет об ответственности за преступления военного времени, у нас есть Международный суд по уголовным преступлениям, по военным преступлениям. Это как ребеночек, по большому счету. Достаточно молодая организация. Но ведь работает. Несоответственная процедура. Многое зависит и от нашего, и от вашего поколения. Пожалуйста, еще вопросы по этому аспекту обоэффективности, рекомендации. А, судок. И посмотрите, есть различные... Сейчас смотрите, комментарии по поводу эффективности. Подумайте о разнообразных вещах, которых вы делаете с правом человека. У вас есть активисты, у вас есть Human Rights Watch, у вас есть Amnesty International. Местные организации, которые являются... Ну, самые такие активные борцы за право человека. Они выходят к общественности, они не идут на компромиссы. Они сфокусированные, дисциплинированные. Потом у вас есть другие организации, другие группы, которые, ну, менее... Ну, как бы это сказать... Ну, менее прямолинейные. И... То есть все вот эти вот различные группы, работающие на право человека, они дополняют друг друга. То есть там есть место для организации обео-ООН. Мы, как ООН, мы представляем государство-участников. Государство-участники говорят нам, что делать, они приезжают к нам, пишут вот эти периодические универсальные отчеты. И мы пытаемся... Мы правительственные организации, государства, борцов за право человека, хотим их собрать вместе. Они не приезжают. Они не хотим... И когда мы будем говорить о тех вопросах, таких-то, таких-то, у нас есть различные подходы к различным вопросам. И они все необходимы. И что является наиболее эффективным, как я вам сказал, иногда это общественное мнение. Или общественное мнение по всему миру, которое очень важно. Которое пристыживает государство, может сказать им, что не так. И это, в общем-то, единственный способ, которым мы можем что-то сделать. Но мы также вовлекаем людей в техническое сотрудничество. Что вам надо? Экспертиза, экспертное мнение. Мы приедем, подскажем. Это не просто, так сказать, пристыдить, пальцем погрозить. Нет. А это работа вместе. Теперь мы переходим к договорным отношениям в области право защиты прав человека. Мы говорим, у нас есть конвенанты, конвенции, договора, которые выполняют определенные рекомендации, работают с осуществлением пактов. Потому что в некоторых случаях вы можете написать индивидуальную жалобу. Если вы чувствуете, что все механизмы в вашей стране на вас не реагируют, не отвечают, то вы можете написать жалобу на веб-сайт в Женеве, срочную жалобу нашей коллеге. Она быстро вам ответит, позвонит, пошлет письмо министру иностранных дел и скажет, послушайте, есть человек в Татарстане, который... Ну, я просто, например, такой привожу, что есть индивидуальные жалобы, которые рассматриваются. И что... Как все договорные организации, они обращаются и рассматривают вопросы выполнения рекомендаций, но у них также есть определенные формальные процедуры. Комитет по уничтожению, искоренению расы и дискриментации, Комитет по предотвращению пыток, по борьбе с чрезвычайно-сосновением людей. В этих комитетах есть формальные процедуры исполнения рекомендаций, процедуры отслеживания и выполнения рекомендаций. И эти организации, которые я здесь упоминаю, они просят представлять отчеты государствам по тем мерам, которые приняли в ответ на специфические рекомендации по вопросам казачьих. Ну, а там, блин, приоритеты есть и те, которые должны быть быстро внедрены. В некоторых из этих рекомендаций, это не просто разговоры, касающиеся договорных отношений, и они просят, пожалуйста, скажите нам, что вы сделали в течение последнего года по конкретным вопросам, как вы отреагировали на те специфические вопросы, которые мы вам задали. И, опять-таки, это, опять же, это формальная система, это организация именных наций, вы не можете написать все, что вы хотите, как государство, вы должны серьезно к этому подходить. И потом эти комитеты могут назначить координаторов или докладчиков по вопросам выполнения рекомендаций, по конкретным вопросам, и этот человек будет нести ответственность за оценку вот этих отчетов, этих мер, не какие-то круглые, такие закругленные, без конфликта и формулировки, а четкий и ясный отчет. И теперь мы возвращаемся к нашему первоначальной дискуссии. Сколько у меня времени есть? Как исполнение рекомендаций? Почему мы отслеживаем выполнение рекомендаций? Как я вам сказал, уже есть, я уже говорил об этих специфических механизмах, и процесс выполнения, это процесс отслеживания того, каким образом выполняется им даст по правому человеку. И эти рекомендации, как я сказал, их очень много, этих рекомендаций. И рекомендации, касающиеся договорных вот этих организаций, основных на договорах, специальные процедуры, привлекаются рекомендации. У нас тут одинаковых слайдов, много мне в презентации. Это рекомендации, которые исходят из универсального периодического обзора, решения резолюции Генеральной Ассамблеи, комитета по правам человека, а также вспомогательных комитетов, совет по правам человека, ну, например, экспертный механизм или вопрос по правам коренных народов, по вопросам меньшинств, социальной формы, или форм по вопросам бизнеса и прав человека. Вот эти механизмы, плюс к тому, что я говорил, о котором называют дополнительные подразделения совет по правам человека. Ну, мне кажется, мы можем перейти вот к следующему слайду, который, в общем-то, ну, это чтобы дойти до этого момента, нам пришлось какое-то время потратить. Объяснить вам кое-что. Итак, почему мы исповедуем и проводим вот этот вот всем ебающий поход, подход к продвижению рекомендаций? После нашего опыта, вы спрашиваете нас, что мы делаем, когда мы начинаем анализировать и понимаем, что когда вы делаете вот этот всеобъемлющий подход, и у нас от личных институтов приходит рекомендацию, мы собираем их в одно место, просто, там, образование, там, здравоохранение и так далее, и они таким образом подкрепляют друг друга и максимизируют потенциал по их применению и внедрению. Потому что если страна получит 100 рекомендаций из различных комитетов по одному вопросу, для большой страны, где у вас есть огромное количество людей в Министерстве иностранных дел, они могут это все там отсортировать, где, какие моменты относятся, они могут их все собрать в одно место. Но для той страны, где у вас три человека в Министерстве иностранных дел работают по вопросам права человека, для них это очень тяжело, потому что это, ну, это гигантский объем работы, это большое количество рекомендаций, и поэтому, если вы пособерете их вместе, то это будет проще для таких вот стран выполнять эти рекомендации. Я вам приведу пример Российской Федерации за последние годы. Универсальные? Сколько рекомендаций всего было, кстати? Вот в универсальном вся или общем отчете было 231 рекомендация, и 163 из них были приняты. Что касается пакта, по правам человека там были 43 области, вызывающие их беспокойство, и соответствующие высказанные рекомендации были. А по вопросам КАТ было 39 рекомендаций, соответственно, отчеты, вот посмотрите, аббревиатуры комитетов соответствующих вопросов, там 31, 60 рекомендаций, по вопросам экономических и социальных прав 55, и всего приблизительно. Почему? Потому что вы даже для нас, мы не можем даже точно сказать, какое количество рекомендаций, потому что там есть грань между рекомендацией, декларациями, наблюдениями, то есть мы пришли к цифре от 527-530 рекомендаций, но представьте себе, что некоторые из этих рекомендаций, они очень простые, и, ну, как бы это сказать, ну, прямолинейные, простые с точки зрения практической, но некоторые рекомендации могут достаточно сложны, вы читаете их, может быть, даже не понимаете, о чем речь-то вообще идет, каким же образом вы можете отследить выполнение 500 рекомендаций в нормальном, внятном способе, вы должны каким-то образом разложить по каким-то кластерам, где будут это социально-экономические, политические права, то есть это было бы проще и для государства, и для нас, потому что мы сами иногда теряемся, где, кто, что, как, по конкретным, в конкретных областях, и что такое всеобъемлющий подход, почему мы исповедуем ему, почему мы его в офисе Верховного комиссара этим занимаемся, это интегрированный подход к реализации всех механизмов, включая универсальный периодический отчет, и этот универсальный подход, или всеобъемлющий подход, это возможность укрепить условия для того, чтобы обеспечить интересы всех заинтересованных стран по внедрению рекомендаций на уровне стран, и этот всеобъемлющий подход, это, он ставит нас в середину вот того места, той площадки, которую мы знаем, контролируем, смотрим, как внедряется рекомендация, что было упомянуто в изолю с полном человека, и что мы имеем в виду под этим роль по очистке дома или по уборке дома, то есть устранить каких-то недостатков, видимо, а мы стимулируем обмен лучшими практиками, лучшими опытами среди государств, смотрим на то, насколько успешно они применяют эти рекомендации, ну, скажем, если Бразилия является хорошим примером по внедрению и исполнению рекомендаций в вопросах образования, то мы организуем встречу, скажем, с Южной Африкой или с каким-то другим странам, у которых есть проблемы в этой области, связанные с правами людей в образовании, и мы говорим, Бразилия вам расскажет, можно сделать то-то, то-то, и каким образом, лучшим образом выполнить эти рекомендации. Вот, затем мы способствуем также и помогаем техническому сотрудничеству или запросам на техническое сотрудничество между государствами, то есть одно государство хотело бы, например, получить техническую поддержку или сотрудничество, то, каким образом работать над рекомендациями, связанными с вопросами прав человека в образовании, и мы обеспечим комплекс мер для того, чтобы это реализовать. И есть универсальный периодический отчет, специальный фонд, который также, трансфонд, который также помогает тем государствам, которые не хватает либо средств, либо знаний, чтобы внедрить эти рекомендации. То есть мы можем предоставить, обеспечить деньги для того, чтобы реализовать выполнение наших рекомендаций. И также мы хотели бы выполнять роль своего рода такого соединителя, связующего звена в области выполнения наших рекомендаций. То есть мы в Женеве можем работать как координатор между различными заинтересованными сторонами в выполнении реализации прав человека. Что еще мы делаем с всеобъемлющим подходом, как в качестве нашей стратегии? Мы также распространяем информацию. То есть мы увеличиваем, усиливаем наше стремление по внедрению всех механизмов человек, включая тех, которые касаются реализации прав человека. Каким образом это делается, касающиеся на государственном уровне? Это тут ничего секретного нет в отношении того, каким образом мы это делаем в ООН. Если вы государство-участник, вы не можете сказать, что нет нации, мы не будем сделать вот это. Мы не будем распространять эту информацию, которая является публичной, которую вы уже приняли как государство. Вот это наша роль. Мы обеспечим вот этот вот путь, эту дорогу по обмену информацией в странах-участниках, какие рекомендации были даны, и что мы рекомендовали другим государствам. И затем мы выстраиваем партнерство с другими. Например, офис Верховного комиссара работает с различными подразделениями организаторов новых наций. У нас есть мирные миссии. Мы наносим визиты региональной организации, работаем с организацией гражданской области для того, чтобы поделиться этой информацией, чтобы она распространялась и приумножалась. И опять-таки, если то, каким образом мы работаем над этим, как я уже сказал, мы обеспечиваем информацию по результатам работы, мы публикуем, мы организуем встречи, мы встречаемся с людьми, мы встречаемся с направительственными организациями для того, чтобы снабдить их информацией. А наша роль о том, что мы также продолжаем диалог с правительствами, и по этим вопросам, ну, скажем так, если есть специфическая рекомендация и есть запрос на выполнение рекомендации, мы встречаемся на территории страны, которая это делает, спросят, мы объясняем, спрашиваем, нужна ли вам поддержка, что мы можем сделать вместе по этому поводу. Мы также и, если страна просит, мы предоставляем методологическую поддержку, советы методологические для того, чтобы проанализировать вот эти материалы, которые мы делаем. Мы говорим, что за рекомендации, но мы также и помогаем, как, не просто что надо внедрить, а как это надо сделать, по какой методике это делается все, в каких рамках надо работать, каким образом разбить все это дело на кластеры, чтобы реализовать все эти рекомендации. Мы также работаем с государственными участниками, как я уже говорил, в качестве примера приводил Татарстан, чтобы работать над национальными стратегиями, планами, дорожными картами по применению, внедрению, интеграции прав человека на всех различных механизмах. Что касается технической поддержки и оказания совета и наших возможностей для этого, но для специфических проектов, через специфические проекты, через семинары, рабочие группы, у нас есть несколько семинаров с региональными обучсменами, мы проводим в различных регионах по как раз рекомендациям, как это делать, насколько это важно. И мы также создаем инструменты и системы, как вы вот только что спросили, каким образом отслеживать, каким образом отчеты составлять. И мы также способствуем проведению консультаций и вовлечению всех заинтересованных сторон, таких как непрофессионные организации, правительства, академические институты, образовательные имеются в виду. И мы, как я уже упоминал, мы также делимся нашими практиками, нашим опытом по продвижению международного сотрудничества. Ну, между различными организациями мы делимся вот этими лучшими опытами, лучшими практиками. Итак, мы подошли почти к концу. И я бы хотел, чтобы вы просто вынесли из этого занятия, почему всеобъемочный подход настолько важен. Потому что мы нацелимся на то, чтобы улучшить уважение, защиту и исполнение прав всех, прав человека, всех людей по всему миру. Потому что мы хотим улучшить реализацию практически прав человека во всех странах мира. И для того, чтобы увеличить наши усилия по обеспечению эффективной поддержки государством в офисе Верховного Христа. Мы же работаем не в одном доме в нашем офисе. Мы работаем в различных местах. Есть люди, которые работают специальными процедурами, отдельно с другими организациями. То есть мы все работаем в разных местах. Если мы не общаемся друг с другом, конечно же, эффект будет не такой сильный и полезный, как если бы работали все вместе едины целы. Вот, собственно говоря, и все. И если у вас есть какие-то вопросы, то мне кажется, у нас немного времени осталось для этого. 10 минут? 10 минут? Пожалуйста. Я вашему распоряжению. Мне кажется, может быть, я неверно сказал. Правильно бы сказать так. У России есть определенный план, собственный, самая самостоятельно разработанный. И нам, по большому счету, было сказано. Большое спасибо за ваши рекомендации. Но мы знаем, как нам быть в нашей ситуации. У России есть право поступать так, как они хотят. Соответственно, они говорят, вы знаете, вот мы вам рассказали, мы готовы поделиться с вами определенным своим опытом. Большое спасибо. Но мы, в принципе, понимаем, как нам быть. Поэтому давайте мы самостоятельно у себя будем... Но официально опубликованного национального плана на уровне, например, премьер-министра, утвержденный на период, например, 2015-2020 годы, мы будем реализовать соответствующие конкретные шаги в последствии. Такого документа нет. Почему его нет? Ну, это, скорее всего, вопрос политический. Ответить на то, почему нет, в каждом конкретном случае, бывает достаточно сложно. Я, наверное, вот так попытаюсь на это ответить. Возможно, полного принятия нет. Мы говорим о всебеющих правах человека, всесторонних правах человека. В 1448 году Россия и Советский Союз были за столом, когда переговоры, когда это было прописывалось, обсуждалось. Вы знаете, у России есть определенный опыт по подписанию различных договоров. Соответственно, Российская Федерация является очень важным членом Организации Объединенных Наций. Россия верит в ООН, для России руля она намного более, скажем так, активный участник ООН, нежели Соединенные Штаты Америки. Но Российская Федерация в последнее время задается вопросом, а что это такое вообще право человека? Не используют ли их во зло? То есть, может быть, что это мы тут не столь западные, но мы все-таки представители православного мира, и так, соответственно, вопрос, что для нас важнее? Это право человека, отдельно взятого, или, то есть, Россия начинает переосмысливать, соглашая, полностью ли мы принимаем вот эту систему, безоговорочно ли, в некоторых аспектах прав человека, если у России есть другое мнение, она может не торопиться, соответственно, у него может быть, знаете, мы разработаем свой собственный план национальный, мы будем рассматривать все, что есть в системе прав человека, но будем применять их, соответственно, нашего понимания, причем, потому что некоторых вопросов прав, например, Россия, или Китай, Бразилия, или другие страны, они могут иметь разную точку зрения, соответственно, они не хотят, чтобы все по умолчанию пакетно принималось, продвигается с другой стороны, также, говоря о уровне государства, также у каждого государства достаточно много разных вопросов, соответственно, для реализации того или другого необходимо всегда достаточно сильная политическая воля, разработка национального планного действия, это не так просто, обязательства, которые берутся и, соответственно, опубликовываются, говорится, что мы намерены это реализовать вот таким образом через 2, 3, 5 лет, это, по большому счету, публичное обязательство, обещание. Соответственно, например, можно привести вам пример, например, допустим, Россия в рамках плана говорит о том, что к 2017 году у нас будет обеспечен высокий всесторонний уровень уважения к людям, страдающим как физическим, так и к ментальным проблемам и инвалидностью в России. Давайте пример приведем. Сколько обойдется в России все станции метро сделать равнодоступными для людей с физической инвалидностью? Так, на скидку, миллиард долларов. С одной стороны, сохранить все исторические дистанции метро, с другой стороны, все дополнительные лифты и так далее, коммуникации, статья, быть, не так просто. Учитывая все вот эти комплексные моменты, необходимо принимать решение о том, что для вас важнее, это права инвалидов, либо что-то еще, потому что любое заявление требует денег, требует работы. Если вы говорите вопрос образования, бесплатное образование для всех на высоком уровне, до этого тоже есть определенная цена, это значит, многие государства такие планы разрабатывать и заявлять не хотят, почему-то, что они глупно выглядят, не хотят, разработали, заявили, а реализовать не можем. То есть, не то, что отсутствие доброй воли, просто объем работы, который необходимо выполнять, достаточно велик. Еще один пример, который хочу приведу, это вопросы, связанные с здравоохранением, вот здесь у вас в Татарстане, возможно, лучше, чем в других частях России, но в целом это требует достаточно много усилий и большого финансирования. Это может быть достаточно простая часть, но если есть еще и вопрос с эффективной защитой прав, это во многом связано с изменением менталитета. Возможно, помните, в самом начале я начал с объяснения концепции изменений и противодействия изменений, причем потому, что, а как это будет, когда после изменений, не знаем, как будет, соответственно, можно лучше сохранить то, как оно есть, соответственно, психически, ментально мы сопротивляемся с изменением, делать что-то по-другому, и это не что-то особое для России и во всех других странах, так же. Они полностью воспринимают, в каких-то сферах они молодцы, в каких-то вещах они отстают. Соответственно, говорить, что есть только страны, хорошие или плохие, это будет упрощение. Я могу вам так сказать, что любая страна планеты имеет свои очень серьезные проблемы, связанные с правами человека. То есть нет такой страны, которая может сказать, что там работать не нужно, у них там все идеально. Что-нибудь надо поставить сразу высокую, хорошую отметочку и все. Давайте еще один вопрос, и на этом, я думаю, нам необходимо будет закрыть. поправим. Да, пожалуйста. Попробуем список некоторых стран, например, Зимбабве, Белоруссия и другие страны, у которых есть определенная проблема с их правами, с правами человека в их странах. На мой взгляд, и по большому счету, не столь это важно. Они не хотят знать того, чего делают, что другие думают, а нет. Соответственно, вопрос, что мы можем сделать в отношении этих стран. Для них, видимо, теплого человека не является важной ценностью. А как можно заставить их защищать теплого человека? Вынудить их? Ну, да, я знаю, есть разные случаи, есть случаи более сложные. Но я, тем не менее, убежден, что даже в их подобных более сложных случаях для них тем не менее важно мнение мирового сообщества. Другое дело, что это просто более сложные случаи требуют больше времени. Однако тут неполное отвержение. Если бы они полностью отвергают, а вы продолжаете наставить, они просто уйдут из системы ООН, они же так не постоянно скажут, зачем мне быть членом Организации Объединенных Наций. И я могу также сказать, для того, чтобы страна воспринималась как страна, необходимо, чтобы у нее были определенные международные договоры. Понятно, это может быть шутка, но тем не менее, нужно быть членом ООН, нужно, чтобы была национальная футбольная команда, чтобы, например, еще третий элемент, пиво или равные были, соответственно, любые страны, которые хотят, чтобы их признали, для них ключевым элементом является иметь, быть членом ООН. Хотя они могут вне говорить, что везде как угодно говорить «нет», но даже если взять Северную Корею, тем не менее, у них Пасотов в Нью-Йорке есть, и дипломаты в ООН присутствуют. Если бы они сказали, что там все равно, тогда смысл им направлять туда миссию. То есть, да, мы можем рассматривать это как определенная игра, определенные заявления. Еще один момент, ООН и права человека связаны с стигматизацией специальных докладчиков по стране или наличием офиса. Например, если мы хотим создать какой-то свой офис в любой стране относительно прав человека, они скажут «зачем? Что, у нас проблемы какие-то? С чего это вы хотите? Если мы во Франции захотим в Париже открыть, что вы скажете? Думаете, французы скажут? Да, конечно, открывайте». Нет, они скажут «зачем? У нас никаких проблем нет, лучше идите в других странах, открывайте подобные подразделения». И это везде так. А серьезные проблемы имеются с правом человека и в той же Франции. Опять-таки вопрос, конечно, лежит во многом, это вопрос ресурсов. Но момент стигматизации либо тематической, либо стороновой, и найдется. На данный момент, например, если у нас какой-то специальный докладчик по какой-то стране создается такая должность или такой контакт, то страна начинает воспринимать. Видать, они считают, что у нас чего-то плохо. И, соответственно, во многих местах и моментах они просто не хотят работать с вами. Большое спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, что моя презентация была для вас полезна. Редактор субтитров А.Семкин